Прошло полтора года правления Бату Сергеевича, и в принципе та ситуация, которая сложилась, она как бы за полтора года накопилась. Поэтому то, что сегодня говорят мои коллеги, какая ситуация сложилась не только по ковиду, а в том числе и социально-экономическому развитию республики, общественно-политическом состоянии республики. Это говорит о том, что к рулю главой республики стал действительно случайный человек. Вот за полтора года у нас произошло собирание налогового упала. На сегодняшний день обывал инвестиций в экономике. Средний малый бизнес у нас обанкрачивается и уходит вообще с рынка труда. Вы понимаете, вот род безработицы, у нас же еще скрытый есть, латентный. То есть на сегодня говорят, что у нас, я говорю, 13,5 тысяч человек безработных. Но это они на бирже стоят и получают еще копейки. А представьте себе, сколько у нас сегодня, сейчас после ковида, объявлений, карантина, значит, сколько появилось безработных в малом бизнесе, люди, которые кормили сами себя. Катерсофическая ситуация в сельском хозяйстве, и сегодня правильно, коллеги говорят, это у нас направляющий, скажем так, комплекс, который в общем содержит всю экономику в республике. Финансово-экономическая ситуация в РК остается, в РК остается критичным. У нас самая большая закредитованность Российской Федерации. Итог. А итог работ такого, значит, провала в экономике, невыполнение социальной гарантии для людей. Это то, что бесконечные, значит, митинги, которые проходили до коронавируса, значит, а сегодня, значит, репутация и уважение, глава республики потеряла вообще коммунистическое общество. И вот это вот, тот самый главный, он не смог создать, значит, для формирования социально-экономической и общественной политической среды во время своего вот за полутора года. На сегодняшний день, на сегодняшний день, вот эти стратегические и тактические, значит, просчеты, говорит о том, что сегодня не существует вообще команды, которая могла бы вот ту ситуацию, которая находится, взять под контроль. Я вот сегодня хочу два примера привести, которые наглядно показывают то, что сегодня глава республики у нас вообще не знают законов. И как управлять вообще государственное управление, вообще не понимают, каким образом делать. Вы все, наверное, были свидетелем, когда, значит, после нашей весенней сессии, будем говорить, да, и то, и когда подводились, он на официальном сайте своем пишет, что он принял отчет, значит, у народного права, если вы калмыкии. Удивительно. Я думаю, что ошибся, мы можем справиться, но тем не менее, это пишется на официальном сайте. Более того, он, наверное, не знает о законе о республике Калмыкии, не знает закона о главе республики Калмыкии, где подотчетным является глава республики Калмыкии перед народным Уралом. Думал про счет какой-то. Более того, вы недавно тоже читали, значит, средства массовой информации, значит, они заявили о том, что создается, значит, общественный, значит, законодательный совет при главе республики и прислали положение, по которому, значит, полностью Урал выбирается, значит, и вот этот законодательный совет будет решать все вопросы. Это говорит о чем? Говорит о том, что человек неподготовленный, к сожалению, собрал вокруг себя ту команду, которая сегодня привела вот к сегодняшему кризису. Вот нам вопрос сейчас задают вот депутаты, почему не говорите все, ну, мы думали, пришел молодой человек, значит, он знает работу, молодой, перспективный, значит, мы думали, что он поведет республику вперед, значит, будет советоваться, значит, со всеми фракциями, со всеми общественными движениями, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, имеют авторитет и знают, каким образом в обществе себя вести, значит, каким образом общество направлять. Это же везде так делается. Это закономерно. Но, к сожалению, сегодня вот эта ниточка, которая соединяет государственную власть и с гражданским обществом, у нас, как таковое, не существует и нет ее. Власть сама по себе существует, а гражданским обществом по себе существует. Долго продолжаться это, конечно, не может. Естественно, вот все круглый стол, значит, так, и так далее, наверное, скорее всего, будут другие меры будут приниматься, значит, так. Я думаю, она просто вот энергия, которая накопилась, и, к сожалению, нехорошая энергия, будем говорить, для кого-то, значит, так, она превратится в какое-то такое общественное, консолидированное движение для того, чтобы нам все-таки из этой ситуации нам надо необходимо выходить. К сожалению, не хотелось бы видеть республику в таком состоянии, но она получилась так. Я призываю всех людей, которые думают о республике, знают беды ее, значит, знают выходы, как из этой ситуации выходить. Надо консердироваться, жестко, четко, все-таки поставить вопрос, нужны ли нам такие руководители республики, или, как сегодня мои коллеги сказали, мы придем к тому, что у нас вообще республики перестанут существовать. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Мендыфт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.